МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Орских почтовых отделений массово увольняют у сотрудники. Причина – маленькое заработное платье. Все подробности в материале Маргариты Шкарабуровой и Николая Бараникова. В Новотроицке произошла коммунальная авария, прорыв водопровода. Все подробности расскажем прямо сейчас. Жители поселка Первомайский бьют тревогу. У них на районе пропадают кошки. А если вдруг они и находятся, то у них обнаруживаются пули. Все подробности смотрите в этом выпуске. Около трехсот несанкционированных свалок ликвидировали в Орске в 2021 году. В общем счете вывезли порядка 26 тысяч кубометров мусора. Подробности расскажем прямо сейчас. На ближайшем заседании городского совета глава Орска отчитается перед депутатами за работу в 2021 году. Заседание будет совсем уже скоро, но в отчет мы можем заглянуть уже сейчас. И сделаем это через пару минут. В Орске-Оренбурге выросло число заболевших коронавирусом среди детей в 4-5 раз. Об этом сообщила министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. По ее словам, в большинстве случаев зараженные несовершеннолетние оренбуржцы в период новогодних праздников выезжали за пределы региона. Также Савинова сообщила, что на данный момент коечный фонд в ковид-госпиталях составляет 35%. Министр напомнила о важности вакцинации и ревакцинации. Очередь на повторную прививку подошла для тех горожан, которые привились спутником ВИВ в июне-июле 2021 года. По словам Татьяны Леонидовны, новый штамм коронавируса Omicron начнет доминировать на территории Оренбургской области уже через 1-2 недели. Поэтому министр попросил оренбуржцев ответственно подойти к вакцинации. А теперь перейдем к статистике. В Оренбургской области официально зарегистрировано 109 768 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 151 за прошедшие сутки. Выздоровели 99 528 человек, 131 за минувшие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 3548 летальных случаев, 4 за последние 24 часа. Официальная информация от регионального Минздрава. В стационарах находится 350 человек с диагнозом ковид. Из них 118 пациентов в тяжелом состоянии, 21 на искусственной вентиляции легких, 246 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 224 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Что касается возраста заболевших, то большинство из них, как это люди, от 18 до 44 лет. Меньше всего зараженных среди жителей от 70 до 79 лет. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал журналистам о вакцинации, которую планируют провести среди школьников. По его словам, пока неизвестна дата начала вакцинации учащихся. Прививать детей до 15 лет будут с согласия родителей или их законных представителей. А после 15 лет достаточно согласия самого подростка. Сейчас идет опрос родителей, который определит необходимое количество вакцин для нашего региона. Скорее всего, сама вакцинация будет проходить в стенах школ. Кстати, 95% коллективов школ подведомственных Минобру вакцинированы. От развития ситуации с заболеваемостью ковидом зависит и проведение аттестации школьников. На данный момент и ОГЭ, и ЕГЭ планируются в очном формате. Расписание 17 января опубликовано на сайте Рособорнадзора. В ведомстве не исключают изменений. Это будет зависеть от эпид-обстановки. Также Алексей Пахомов рассказал, что в области капитально отремонтировали 27 школ. А уже в 2022 году 25 школ области войдут в федеральную программу капремонта. На это будет выделено более 1 миллиарда. Откроется школа в 16 микрорайоне Оренбурга. Готовится к вводу в эксплуатацию образовательное учреждение в поселке Подгородней Покровке Оренбургского района. В текущем году начнется строительство четырех зданий. Это школа в поселке Южная улица Весенняя, это в городе Оренбург. Это еще две школы в Оренбурге, это дубки Рокоссовского. Буквально в ближайшие недели будет начинаться их проектирование. И очень востребованный объект, это в Нежинке Оренбургского района, тоже школа на 1135 мест. Это начало строительства 23, окончание 24. 19 января православные христиане отметят крещение Господне. Предшествует этому празднику крещенский сочельник. Накануне верующие соблюдают строгий пост. Главная особенность этого праздника – освещение воды. А главная традиция – купание в проруби. Правда, в этом году, как и в прошлом, официально крещенских купелей в открытых водоемах Орска не будет. Такое решение принял Оргкомитет на основании указа губернатора Оренбургской области и действующего запрета на проведение массовых мероприятий. Администрация Орска обращается к Орчанам с просьбой остаться дома и встретить светлый праздник со своими близкими. Запастись освещенной водой в Орчане смогут во всех храмах города в удобное время. Между тем, жители поселка Фарштад обратились к губернатору области с просьбой разрешить им провести праздничное мероприятие в честь Крещения Господня. В том числе и не запрещать окунуться в купели, которую они сами организуют. Добавим, что подобное торжество здесь проходило в допандемийное время всегда. В Орске массово увольняют и сотрудники Почты России, из-за чего работа некоторых отделений буквально парализована. Клиенты не могут отправить заказные письма или, к примеру, посылки. Такую информацию и с нами поделились местные жители. В частности, наши собеседники упомянули, что практически некому работать в отделении номер 29, которое находится в районе остановки улица Тбилисская. Здравствуйте, Орс.ру вас беспокоит. К нам местные жители обратились, говорят, что у вас специалисты уволились, из-за этого некоторые услуги не предоставляются. Не подскажете, правда ли это? Правда. Правда, да? Да. А сколько? Прием. Что-что? Месяц как вы уволились. А сколько человек уволилось? Четверо. А не подскажете, какая причина увольнения? Как такая? Зарплата. Маленькая зарплата у нас и очень большой график объема, много работы. А зарплату понизили или она, в принципе, просто не повышалась из-за этого? Да, не повышалась, нет. Не понизили, но не повышалась. А сколько у вас зарплата, можно узнать? Ну, конечно, можно. Минимальная зарплата. Почтовые в неделю за 12 тысяч рублей, да? Да. А можно узнать, вы к руководству обращались, говорили что-нибудь из серии, что денег не хватает, работать невозможно на таких условиях? Конечно. Конечно, обращались, я делал кадры в курсе, мы пишем каждый раз на эти докладные, что у нас отсутствует только работника, по штабу не хватает, они в курсе. Причину они тоже знают. Люди из-за этого, когда уходят, в отделе кадры, говорят. А правда ли, что и в других почтовых отделениях то же самое? Вот нам, арчане, говорят, что везде. В основном, да. За комментарием по поводу всего вышесказанного мы обратились в пресс-службу Почты России по Оренбургской области. Приводим ответ полностью. Почта России планомерно работает над улучшением условий труда производственного персонала. И хотя нам предстоит еще очень много работы в этом направлении, многое уже сделано. Так, например, в конце 2020 года у нас завершилась масштабная программа повышения зарплат, которая стартовала в 2019 году и затронула 90% операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования программы по России составил более 12 миллиардов рублей. Зарплата сотрудников основного производства выросла в среднем на 19%, что более чем в три раза превышает средний рост по стране. С 1 июля 2021 года мы увеличили минимальный размер окладов компании. В результате заработная плата 3586 сотрудников в Оренбургской области, которых коснулась программа, увеличилась в среднем на 14,9%. Отметим, что заработная плата сотрудников почтовых отделений включает в себя не только должностной оклад, но и премии за выполнение плановых целей отделения, выплаты за оказание сетевых услуг. Все стимулирующие выплаты начисляются сверхустановленным в должностного оклада. В 2022 году мы продолжим работать над улучшением условий труда наших сотрудников. В общем, официальные данные такие. Зарплату сотрудникам почты за последнее время немного подняли, и катастрофы никакой нет. Такие сведения, что называется, есть на верхах. Ну а на деле, в самих отделениях все иначе. Работать, по словам людей, некому. Зарплаты смехотворные, а нервов на все это тратится огромное количество. Наши собеседники в открытую говорили, осветите проблему, помогите нам. Может, после репортажа на нас обратят внимание. А нам, в свою очередь, очень хотелось бы в это верить. Ведь, честно говоря, как прожить месяц на 12 тысяч рублей, представить трудно. 27 января депутаты Орского горсовета встретятся на первом в этом году заседании. Главным событием этой встречи, безусловно, станет обсуждение отчета главы за работу администрации в прошедшем году. Обычно это происходит очень эмоционально. Искры так и летят. Ну, полетят они, как уже было сказано, через полторы недели, а текст доклада выложен на сайте горсовета уже сейчас. Давайте заглянем в этот документ. По мнению Василия Казупицы, главная цель горадминистрации, цитата, «Создание в Орске благоприятной среды, которая позволит удовлетворить материальные и духовные потребности горожан». Конец цитаты. Понятно, что на удовлетворение этих самых потребностей нужны деньги. А их всегда не хватает. В 2021 году, говорит глава Орск, чтобы получить финансирование, участвовал в 13 региональных и 5 национальных проектах. Известно, что деньги никогда не приходят сами по себе, но всегда приходят под реализацию какой-то идеи. Мы понимаем, что дотационный бюджет Орска не позволяет нам за счет собственных средств реализовывать масштабные проекты. Поэтому одна из основных задач муниципалитета – привлечение денег из вышестоящих бюджетов. В этом направлении и работаем, используем любую возможность для развития города. Далее городоначальник проходится по всем сферам городской жизни. В первую очередь говорит, конечно, о промышленности. Несмотря ни на что, почти половину рабочих мест нашему городу все еще дают крупные предприятия. В промышленности, говорит глава, есть положительные изменения. Не по сравнению с советским временем, конечно, но по сравнению с 2020 годом. Уровень отгрузки продукции, например, увеличился на 8%, а средняя зарплата в промышленности выросла на 11,9%. В бизнесе, уверяет глава, тоже наметилась тенденция к развитию. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, то есть малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан выросло на 3771 единицу. И в сельском хозяйстве есть какие-никакие достижения. Производство свинины, например, выросло на 10%. Правда, площадь засеянных полей, наоборот, снизилась на 3,8%. Лучше всего выглядит ситуация с безработицей. Если в 2020 году ее уровень составлял 6,8% экономически активного населения, то в 2021 он снизился до 0,7%. Теперь о строительстве и благоустройстве. Указывается, что в 2021 году в Орске было введено в эксплуатацию 146 жилых строений общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Правда, почти все это частная застройка. Исключение составляет трехэтажный дом на 43 квартиры. Стало ли строительство в Орске более интенсивным по сравнению с 2020 годом? Или, наоборот, снизились темпы? Почему-то не уточняется. Капремонт той или иной системы был произведен в 101 многоквартирном доме. Как и в позапрошлом году, тут без изменений. Больной вопрос о ремонт дорог. 9 участков отремонтировали, как и планировалось по федеральной программе БКД. Еще 5 участков удалось привести в порядок на средства областных субсидий. Упомянул глава и о неудачах в этой сфере. Дипломатично пообещав, в наступившем году отремонтировать и те дороги, которые планировал, но не успел в прошедшем. Задача, которую мы ставили перед собой на текущий год, практически выполнена. Отремонтированные въездные ворота в город со стороны Оренбурга и Гая доведена Дума, Комсомольская площадь и перекресток проспекта Ленина с улицы Нефтяников. Улицу Краматорскую будем ремонтировать в следующем году. Важный дублер Центрального проспекта – Новосибирскую – сделаем в 2022-м в рамках национального проекта БКД. В разделе, посвященном расчистке дорог, глава оговорился. Он осознает, что качество работы далеко от идеального, но идеального при существующем количестве техники никак не достичь. Мы понимаем, что имеющиеся техники с трудом хватает в обычные дни и крайне мало, когда речь идет о ликвидации последствий обильных снегопадов. Очевидно, что для эффективной работы дорожных служб Орска необходимо значительное увеличение числа спецтехники. В начале ноября правительство региона одобрило нам финансовую поддержку в сумме 36 миллионов рублей на приобретение 8 единиц техники. Раздел мосты и путепроводы оказался весьма лаконичным. Глава просто отметил, что администрация ставила перед собой, цитата, «задачи по проектированию и ремонту важных для города мостов на текущий период», конец цитаты. Насколько эти задачи были выполнены, не уточняется, что, в общем, и неудивительно. Работа сильно затягивается и хвалиться особо нечем. Кстати, упомянутый мост через озеро Песчаное, ведущий в парк строителей. Речь об этом объекте велась как раз год назад при обсуждении предыдущего доклада главы, но возведение моста так и не началось. Однако, сообщается в нынешнем докладе, проект готов, и он прошел госэкспертизу. Теперь, цитата, «необходимо определиться с возможными источниками финансирования». А вот про систему общественного транспорта глава рассказал довольно подробно. Пассажирский транспорт в Орске в последние годы переживает не лучшие свои времена. По сравнению с прошлым годом заметно сократилось количество автобусов и трамваев. Основная причина – износ подвижного состава и нехватка водителей. Альтернативным решением в данной ситуации может стать приобретение больших комфортабельных автобусов. Они в состоянии закрыть социально значимые направления в транспортном обслуживании населения. Прямо об этом глава не говорит, но, похоже, Орский трамвай – все. Довольно подробно в докладе говорится и о мусорной проблеме. Эта ситуация, говорит глава, остается сложной. Но администрация города совместно с региональным оператором пытается найти пути выхода из нее. В целом, считает градоначальник, работу своей команды, да и свою тоже, он оценивает как удовлетворительную. Согласятся ли с этой оценкой депутаты или же влепят ему неуд, как это произошло с его предшественником Андреем Одинцовым, мы узнаем уже скоро. В Новотроицке по улице Советской 60 произошел прорыв водопровода диаметром 200 мм. Без горячей и холодной воды остались дома частного сектора по улицам Севастопольская, Пушкина и Льва Толстого. В зону отключения также попали два здания ковид-центров и стоматологическая больница. Авария устранялась силами МУП УКХ. На месте работали 20 человек и 12 единиц техники. Был организован подвоз воды. Все жилые дома с водой, больничный городок половина с водой, терапевтическое отделение, ну не, нескольких зданий, воды нет. Водоснабжение частично восстановили к обеду. Оперативную информацию о ходе устранения аварии смотрите на сайте НТСК.ру. Помните, как 27-летняя сортировщица предприятия «Литосфера» оторвала руку на рабочем месте? ЧП произошло в мае 2021 года в поселке Халилово Гайского округа. Установлено, что она, взяв лопату, начала уборку под нижней частью невыключенного ленточного конвейера в зоне работающего мотора-барабана, в ходе которой ее левая рука попала между нижней частью движущейся транспортерной ленты и работающим мотором-барабаном. Молодая женщина, мать двоих детей подала в суд на работу дателя. Гайский городской суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей. Однако «Литосфера» не согласилась с размером компенсации, посчитав выводы суда первой инстанцией необоснованными и незаконными. Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию от предприятия и оставил решение без изменений. В поселке Первомайском Орска исчезают домашние коты. Об этом нам рассказали местные жители. Животные именно исчезают бесследно. Пропавших искали в мусорных контейнерах и на дорогах, да везде, но безрезультатно. А недавно произошел шокирующий случай. Кот одной местной жительницы пришел домой с двумя пулями в лапке. У нас на протяжении года пропадают животные. И мы бы, может быть, и не кричали об этом, но нам пришлось. Пришлось просто по той простой причине, что мой кот пришел раненый. Когда мы поняли, что творится что-то не то, мы стали бить в тревогу. Около года назад 7-летний кот Светланы вернулся с улицы прихрамовая. Но хозяйка подумала, что домашний питомец подрался с уличными котами. Это нормально. И вот теперь кот вновь пришел с улицы хромой. И только в ветклинике стало понятно, что в домашнем питомце две пули. Только одна годовалой давности, а вторая свежая. Просто у него было такое шоковое состояние. Он так кричал и просто молил, наверное, о помощи, что мы собрались, можем, и поехали в ветеринарную клинику. И вот там обнаружили две пули. Одна пуля из них была как раз-таки годовалая. И мы думали, что это просто жировик, но не беспокоил, ладно. Сейчас кот отходит от наркоза. Все время лежит. Не обошлось без последствий. У него начались проблемы с дыханием. Но в этом случае питомец хотя бы остался живым. Напомним, на днях в поселке Первомайском застрелили маленькую таксу. И это далеко не единственный случай, когда в поселке стреляли в животное. По словам Светланы, у ее соседки произошло то же самое. Мы просим всех, кто пострадал, пожалуйста, не будьте просто безучастными. Обращайтесь. Мы все вместе. Я думаю, что мы все вместе решим этот вопрос. Но дело в том, что сейчас поднялись волонтеры, поднялись те ветеринары, которые нам помогали. И в ветеринарных клиниках таких случаев очень много. Я просто обращаюсь к вам, люди. Вы сейчас ведете дебаты. Собака уличная, собака бездомная. Не важно, какая собака, какой кот. Но дело в том, что мы своих котов, которых потеряли, и кошек. Мы даже трупики их не нашли. Если бы их кто-то сбил, мы бы это видели. Но мы ни одного не нашли. Это просто крик. Крик души. Если нам сейчас все помогут, всем миром, значит мы решим большую проблему нашего города. Нам не мешают собаки, не мешают кошки. Государство дает деньги на приюты, которые должны открывать. Люди, будьте просто благоразумны. Эти деньги выделяются. Должны открыть приюты. Давайте мы с вами подождем. Не будем мы плодить этих животных. Давайте мы будем отслеживать их популяции. Но таким зверским, варварским способом, просто издевательским, уничтожать животных нельзя. Светлана написала заявление в полицию. Ждем результатов. Также нам стало известно, что из областного центра приезжает эксперт, который займется случаем с таксой. Арчане настроены серьезно. Будут бороться до тех пор, пока не найдут виновного. Я представитель группы по защите бездомных животных. Джульбарс. Когда мы узнали за эту ситуацию, мы были просто шокированы. Дошло до того уже то, что не то, что бездомных, но у нас уже и домашняя попала собака под отстрел. Трупы животных не найдены нигде. Было все. Даже вплоть до помойки мы обыскали. Нигде ничего не было найдено. Если такое он делает, люди, очнитесь. И родные, и ваши близкие, может оказаться на месте этих кошек и собак. Будьте добрее. Помогите нам. Откликнитесь, пожалуйста, те, у кого еще пропали. Номер телефона для связи с волонтерами из группы Джульбарс по Вайбер. 8 908 321 28 63. Около 300 несанкционированных свалок ликвидировали в Орске в 2021 году. Такую цифру приводят в пресс-службе администрации города. Так, по официальным данным, в Октябрьском районе навели порядок на 62 территориях, в Ленинском – на 98, а в Советском – на 126 территориях. В общей сложности вывезли около 26 тысяч кубометров бытового, строительного и крупногабаритного хлама. Чаще всего мусор сбрасывают на пустырях, в овраге и на обочины вдоль дорог. Так, одна из самых известных несанкционированных свалок Орска образовалась на Поповом углу. Летом несколько месяцев подряд здесь росли горы грязи. Причем периодически мусор во Вазире. Но свалка снова здесь появлялась. Кресла, унитазы, шкафы – не свалка, а магазин под открытым небом. Правда, вонь от такого магазина – жуткая. Про эстетический вид уж и говорить не приходится. Это безобразие началось с тех пор, как убрали у нас мусорные баки. Их тут нет, да? Они были раньше, но посчитала администрация или кто, и кто обслуживает этот вывоз мусора, что нам достаточно баков мусорных, которые возле железной дороги. Там стоит два бака современных, пластмассовых. Отсюда убрали, что достаточно нам тех для двух улиц – сельской и подольской. Вот с тех пор начался этот завал. И так как тут объездная дорога от Гагарина до Зеленхоза, и дальше, наверное, мы сказали, что все проезжающие люди, поток машин, что из дома ведут, жут, все валят сюда. Чтобы это ликвидировать, принять решение, что поставить здесь таблички, штраф 50, ну не то, что чисто, что написано, а именно осуществить это. Пару человек оштрафовать за такой, что это уже не мусор, а это уже свалка получается, несанкционированная. И слух пойдет, и здесь, я думаю, прекратится. Черные мешки у обочины и коробки. Такая картина все лето была и на объездной на Зеленхоз. Здесь несанкционированная свалка меньше, чем предыдущая, но проблем от нее столько же. Мусор арчане складывали не только на обочины. Небольшой овражек автоматически превращался в несанкционированную свалку. Яркий пример этому на улице Щеденко. Здесь за гаражами арчане аккуратно складывали и старую мебель, и строительный мусор, и даже ненужные документы. Каждое утро в 4-5 утра приезжают машины, сбрасывают данные строительный мусор и уезжают. Я в том году писал заявление в Роспотребнадзор, чтобы приняли меры по данному инциденту. Никаких действий не предпринималось. В администрацию обращался, обращался к паслеру, губернатору. Также никаких действий не предпринималось. Свалка растет. Огромные несанкционированные свалки появлялись и во дворах жилых домов. Например, на улице Станционной на протяжении пяти месяцев росла и крепла свалка в человеческий рост. Уборкой всех этих несанкционированных свалок и многих других занимаются подрядной организацией на условиях муниципальных контрактов. Часто на помощь районным администрациям приходят крупные промышленные предприятия и частный бизнес. Но было бы лучше, если бы несанкционированных свалок не появлялось вовсе. И если по поводу заполненных баков или грязных контейнерных площадок нам есть кому предъявить, то в появлении несанкционированной свалки виноваты только мы сами. Соответственно, и решение проблемы у нас в руках. Мария Назрачева, Андрей Энгель, Служба информации, ТРК «Евразия». Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев дал поручение провести проверку по поводу конфликтной ситуации, сложившейся в селе Щебутак Домбаровского района. Напомним, что местные жители выступили против планов по разработке возле села медно-цинкового карьера. Мы неоднократно делали репортажи из-за Щебутака. Летом 2018 года наш корреспондент выезжал на место, говорил с жителями, которые протестовали против такого соседства, и получил комментарии профессиональных экологов. Потом этот конфликт утих, но в конце прошлого года разгорелся с новой силой. В Щебутаке состоялся народный сход, на котором жители села, многие из них в прошлом работали в геологоразведке, дружно потребовали прекратить возобновившийся процесс создания карьера. Депутаты сельского совета, присутствовавшие на том сходе, пообещали на камеру, что проголосуют против перевода земли, на которой находится месторождение, из сельскохозяйственной в промышленную. И обещание сдержали. Спустя месяц, в январе нынешнего года, люди вновь собрались на площади перед ДК, формально для того, чтобы убрать снег, потому что проведение схода было им запрещено. Они продолжили настаивать на том, что разработка карьера в непосредственной близости от села недопустима, и сообщили, что участок, который ранее был включен в госрезерв, неожиданно оказался в собственности у дочери бывшего главы района. Вот в этих хитросплетениях и предстоит разбираться работникам прокуратуры. Состояние законности в указанной сфере находится под личным контролем прокурора области, сообщается на сайте надзорного ведомства. Погоня, как в настоящем боевике, со стрельбой и не только велась на автодороге Оренбург-Беляевка. Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке проезжающему мимо Форд-Фокусу. Тот проигнорировал просьбу инспекторов остановиться и поехал дальше. Более того, он стал увеличивать скорость, намеренно сбегая от полицейских. Сотрудники ГИБДД за ним. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, водитель помчался в сторону поселка Караванный. При этом он грубо нарушал ПДД. На неоднократные просьбы инспекторов остановиться гонщик не реагировал. Создавал аварийные и опасные ситуации на дороге. Полицейским ничего не оставалось, как применить оружие. Старший инспектор произвел предупредительный выстрел вверх и несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. Водитель после этого заехал в село Крючков Кобеляевского района. Возле одного из домов его ждал сюрприз. Местный житель, по-видимому, услышавший сигналы полиции, бросил в автомобиль лопату, чтобы помочь инспекторам задержать нарушителя. В итоге, возле одного из домов на улице Луговой водитель выбежал из автомобиля на ходу, рванул в рядом стоящий дом, но сотрудники ГИБДД его задержали. Можно сказать, хэппи-энд, но не для гонщика. Водителем оказался 38-летний житель поселка Караванный. За целый ряд нарушений теперь ему предстоит отвечать перед законом. Форд Фокус поместили на специализированную охраняемую стоянку. В результате применения огнестрельного оружия люди не пострадали. На автомобиле были пробиты переднее левое и два задних колеса. Ворский водитель серебристого ВАЗа 2112 проехал на красный сигнал светофора. Причем прямо перед пешеходом, который в это время шел по зебре. Момент нарушения правил дорожного движения попал на городские камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина стоит перед пешеходным переходом в ожидании зеленого света, чтобы пересечь дорогу. Как только нужный сигнал светофора загорается, она начинает переходить проезжую часть. И в этот момент водитель на двенашке проезжает прямо перед носом женщины. За это водитель на серебристом ВАЗ 2112 попадает в рубрику «Водятел». Напомним, эту рубрику создали для того, чтобы туда попадали самые злостные нарушители правил дорожного движения. Расшифровывается рубрика как «Водитель. Я творческая ездолюбитель». Если у вас есть герой для этого раздела, присылайте нам. Наши пароли и явки вы видите прямо сейчас на своих экранах. Юные орские каратисты в минувшие выходные попали в снежную засаду на трассе Орск-Оренбург. Спортсмены возвращались с соревнований, как вдруг автодорогу закрыли. Десять ребят, их тренер и сопровождающие родители вынуждены были остаться в Краснощоково. Мы подошли МЧС, то есть практически сразу, то есть кто старше, я сразу наладил контакт, скажем так. И нам предложили вариант, то есть либо нас отправляют в Митногорск, то есть к тем же ребятам, либо отправляют на ночевку вагончик. Вагончики поставили, очень удобно, очень комфортабельно, то есть как практически поезд. И вы, получается, с детьми были в вагончиках? Мы были в вагончиках, то есть нам очень понравилось, было тепло, хотя где-то была информация, что там холодно, там тонкие стены, неудобно. Нет, очень уютно, очень комфортно, дети были довольны, они до часу ночи, до двух часов ночи не спали, играли, развлекались. То есть тоже своеобразный плюс, приключения запомнилось им даже, это больше, чем все остальное. Подробный обзор, комфортно, тепло, он новый. Мы первые жители в нем. Это первое купе, там второе, здесь мини-кухни, с водой, с чайником, с раковиной. Шкафы, все есть, не переживайте, родители, все хорошо. Ну, так как я была маму сопровождающей, еще, как бы, в моем подчинении были еще и другие дети немножко. Вот, да, было страшно в том плане, что, а что делать-то, куда трассу закрыли, ехать мы не можем. Огромное спасибо МЧС, которые нас поддержали и нашли выход из такой ситуации. Если бы не они, не знаю, что бы мы делали. В общем, история эта, к счастью, закончилась благополучно. Непогоду спортсмены переждали в пункте обогрева, а как только трассу открыли, случилось это в 4 часа утра, все отправились домой. И да, упомянем, что на соревнованиях в Оренбурге из 24 воспитанников клуба боевых искусств «Пламя» 13 заняли призовые места. Поздравляем ребят с победами. А всем оренбуржцам вновь напоминаем, зимой обязательно берите в дальнюю дорогу теплые вещи, следите за погодой и следуйте рекомендациям от МЧС. Маргарита Шкарабурова, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Волейболистки Гайской спортивной школы «Рекорд» заняли второе место в открытом турнире города Медногорска по волейболу. Сборную команду Гая представляли воспитанницы Татьяна Музыренко из команды «Юность» и Марии Сидяйкиной из «Олимпии». Желаем дальнейших спортивных успехов. Не перевелись еще богатыри на земле Орской. И вот один из них. На улице крайний мужчина не стал ждать, когда коммунальные службы решат дорожную проблему. Он взял в руки лопату и сам прочистил тропинку от остановки до зебры. Что тут скажешь, настоящий мужчина. Без сомнений, он попадает в рубрику «Молоток». Присылайте свои положительные примеры, запечатленные на фото или видео. Пароли и явки вы видите на ваших экранах.